У нас действительно сейчас порядок, скажем так, определено законодательно формирования бюджета фонда. У нас два источника основных. Это бюджет субвенции Федерального фонда обязательного медицинского страхования. Это 70, ну в этом году уже 80% фактически. И оставшаяся часть это средства бюджета Республики Татарстан, которые направляются на реализацию одноканального финансирования. Здесь у нас оплата идет социально значимых заболеваний, социально значимой медицинской помощи. Это туберкулез, это психиатрия, это наркология, СПИД, ВИЧ, инфекции. А территориальная программа обязательного медицинского страхования фактически финансируется за счет субвенции Федерального фонда. То есть наши местные депутаты принимают только размер нашей части, республиканской? Фактически нет. Бюджет фонда состоит из двух источников, и они утверждают сегодня общий размер, в том числе субвенций Федерального фонда, которые поступают на реализацию территориальной программы УМС и территориальной программы государственных гарантий. А они могут сказать, что то есть федерального центра маловато? Они об этом... И не принять тут же это. На самом деле, наверное, нет, потому что есть четко определенная методика формирования субвенций Федерального фонда, и сегодня деньги фактически все отчисляются и работодателями, и на неработающее население. Как вы знаете, у нас Минфин отчисляет деньги из бюджета республики, и деньги эти отчисляются именно по федеральной методологии. А дальше, значит, страховые взносы на работающее население, это 5,1% работы дателем отчисляется в федеральный фонд, в пенсионный фонд первоначально деньги поступают от работы дателем, затем перенаправляются уже 5,1% в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования. А те отчисления страховые, которые идут на страхование неработающего населения, они напрямую уходят в бюджет Федерального фонда. Там аккумулируются общие деньги, и дальше идет распределение по субъектам. По единой методологии рассчитывается, исходя из численности застрахованного населения в субъекте, исходя из подушевого норматива единого по всей Российской Федерации, и исходя из индекса бюджетной обеспеченности субъекта. Вот три основных параметра, которые закладываются в методологии расчета субвенций для каждого субъекта. То есть подход единый сегодня. То есть закон-то единый, федеральный? Вот я не могу понять, чего там наши депутаты местные делают при утверждении? Но порядок... Вот первое, второе, третье чтение. Чего они сейчас там обсуждают? На самом деле просто порядок существует. То есть федеральные субъекты сами должны утверждать на своем уровне. То есть это тоже законодательный порядок? Да, законодательный порядок. Что-то, так сказать, наверное, были в курсе событий. Совершенно верно. А вот вы еще сказали, что вот это отчисление из федерального фонда рассчитывается в зависимости от количества застрахованных. Совершенно верно. Да, человек сам. Вот даже, во-первых, многие нигде не оформлены, хотя и где-то работают. Второе, хоть и работают официально, но не пошли, не удосужились застраховаться. Это значит, мы сами себя крадем? Ну, фактически, получается, на неработающее население отчисляют бюджет республики. Мы совместно с Министерством финансов, как страхователем неработающего населения, ведем персонифицированный учет всех неработающих граждан, осуществляем сверку, в первую очередь, с пенсионным фондом всех работающих жителей. И оставшаяся часть населения, которая не прошла как работающая в пенсионном фонде, соответственно, она остается как неработающая. И на эту численность уже субъекты рассчитывают по федеральной методологии размер страховых взносов отчисленников. 38 миллиардов входят эти люди? Да. То есть это общая сумма? Да, общая сумма. С учетом отчисленников. С учетом официально не зарегистрированных граждан, да? Да. А вот что касается очередности ожидания, ну, мы знаем, что это тоже как-то законодательно закреплено, и вроде как бы вот посмотрели, что там, и жди, наберись терпения. А вот количество, от чего это зависит, такие большие сроки? От нехватки кадров или от нехватки денег все-таки в фонде? Ну, я бы не сказала, что это зависит от нехватки денег в бюджете фонда. Во-первых, есть программа государственной гарантии федеральная, которая определяет максимально допустимые сегодня сроки ожидания, в том числе и на консультативно-диагностические, лабораторные исследования. Далее, у нас есть сроки, скажем так, в поликлинике для получения консультации врачей и лабораторно-диагностических исследований. Это в среднем 10 рабочих дней, не более. Если говорить о консультации и лабораторно-диагностических исследованиях уже в высокоспециализированных учреждениях, консультативно-диагностических поликлиниках, сроки могут доходить до 15 дней. У нас есть такие виды исследований дорогостоящие, как МРТ, КТ, то есть магнитно-резонансная томография. Здесь уже сроки могут доходить до 30 дней. И, соответственно, в нашей программе государственной гарантии эти сроки тоже отражаются. И более того, мы говорим о том, что если, например, на плановую госпитализацию у нас максимальный срок ожидания 30 дней, и этот срок нарушается, в любом случае можно обратиться в страховую компанию или в фонд, и данные вопросы, как правило, разрешаются в оперативном порядке. То есть мы оказываем содействие пациентам в том, чтобы им вовремя провели исследование или госпитализировали в стационар. Мне кажется, 30 дней – это уже очень много. Случаи, конечно, разные бывают. Случаи разные. Мы говорим о плановой помощи. Ну вот я и говорю. Если говорить об экстренной помощи, здесь однозначно речь уже не идет о сроках. И если действительно отказывают в экстренных случаях, мы также оказываем содействие оперативно в госпитализации. Но, к сожалению, не на всех врачей, не на все медицинские организации мы можем сегодня, скажем так, повлиять. Но когда у нас обращения такие поступают, естественно, мы оказываем содействие. И у нас есть случаи, когда нашим сотрудникам, например, выражают благодарность за содействие в организации медицинской помощи. Еще спрашивают, сколько средств фонда полагается на одного человека в год. Ничего там не поменялось? Министр здравоохранения как-то нам говорил, может, что-то меняется. Нет, но у нас, в принципе, в программе государственной гарантии определяются размеры подушевого норматива на одного жителя. Если говорить в рамках программы госгарантии, это сегодня уже более 11 тысяч рублей на одного жителя. В год? Да, в год. И если говорить о средствах обязательного медицинского страхования, то более 8 тысяч рублей сегодня по факту. Я знаю, если вы в бюджете вы обсуждали? А есть ли дорогостоящая операция? Это за счет тех, кто не обращается, не пользуется этими средствами? Как это распределить? Ну, фактически здесь мы говорим о том, что у нас есть категории, которые часто обращаются за медицинской помощью. Это дети и пенсионеры. В основном работающие не обращаются или обращаются крайне редко за медицинской помощью. Или в платные учреждения. Или в платные учреждения. Совершенно верно. Очень многие сегодня, даже я хочу отметить, мы ведем учет прикрепленного населения в разрезе медицинских учреждений, и мы реально видим, что многие родители своих детей уже начинают прикреплять к частным клиникам. То есть вроде бы рост рождаемости наблюдается, но при этом мы их не видим в государственных клиниках, они выходят в частные клиники. Продолжение следует...